Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило сегодня новые тарифы на поставку электрической энергии, повысив его на 3,5%. Таким образом, за 1 кВт население будет платить почти 2 ле. С 1 мая вырастут тарифы и на теплоэнергию на 5%. В публичном обсуждении требований энергетиков участвовали представители гражданского общества. В нашей студии сегодня один из участников этих премий – экономический аналитик Виссарион Чешуев. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, вот сегодня в очередной раз противостояние между бизнесом и обществом при посредничестве чиновников завершилось очередным голом ворота общества. Ну, я так понимаю, что в данном случае вот те организации, те предприятия, которые требовали повышения тарифов, они таким изящным, знаете, броском в корзину решили не трехочковый забить гол нашей стране, а такой, знаете, слегка удовлетворив требования. Я так понимаю, что, например, та же Унион Феноса и другие предприятия требовали повышения намного больше, чем сегодня им дали. И все же, в чем, вот хотелось бы разобраться в причинах вот этого вот роста тарифов, в чем претензии поставщиков электроэнергии, откуда растут ноги, по-вашему? Вы знаете, вот в структуре тарифов, не только у нас, есть три основные статьи. Первая – это стоимость ресурсов, которые приобретают. Вторая – это стоимость затраты сетевые, так называемые. И третья – это налоги и пошлины. Вот к несчастью, не знаю, никто ли не к несчастью, или как сказать, удивительно во всяком случае, что чем беднее страна, тем выше доля налогов и пошлин в структуре тарифов, которые регламентируются. Они регламентируются не только у нас, они регламентируются во всем мире. Но в Европе огромное количество и производителей, и поставщиков, и дистрибуидеров. А в Молдове сформировалась традиционная монополия, естественная монополия, как мы ее называем. Такая же естественная, как обеспечение водой, как обеспечение канализацией. То есть у неонфеноса это неизбежно? Это неизбежно. Но так они думают. Ну так, ну понимаете, а по-другому не получается. Ну как, вот, допустим, вот сейчас, уже отвлекаясь, буквально на 10 секунд. Вот это вот проект громогласной газопровода от Унген до Кишинева. 250 или 260 миллионов на второй этап работ. Строительство от Унген до евро. Кредит навесить на республику. Строить несколько насосных станций, которые будут ее перекачивать. Нам не хватает российского газа, получается? Так, даже дело не в этом. Дело в том, что сама Румыния не имеет достаточное количество газа. И 30% покупает в Газпроме. Примерно по той же закупочной цене, что и мы. Только, ну может быть, на 5-7% выше, не более. Во-первых, 70% газа, собственно, у нее только. 30% она покупает. Получается, что должна к нам заходить. Значит, Газпром через Румынию к нам зайти? Так с какими накрутками он зайдет? Ну и дело даже и не в этом. А ведь распределительная сеть низкого давления. Вот эта газовая труба, которая заходит к вам на кухню. Она же в пользовании Молдова Газ. На каком основании новой дистрибьюторской газовой фирме Молдова Газ передат в пользование эти сети? Это что? Дистрибьюторская фирма будет пробивать вам еще одну трубу в вашу кухню, чтобы поставить свой газ. Они просто вобьют в цену тарифа услуги. Нет, ну как они вобьют? Ведь Молдова Газ не отдаст свой рынок сбыта. Она же не отдаст. Это же не шутки. Поэтому я и говорю, что есть естественные монополии, которые не так-то просто сломать, да и не нужно. Просто надо умно и грамотно это регулировать, так как делается уже на протяжении многолетнего опыта в нормальных странах. Вот структура этих тарифов, она очень многое говорит, если проанализировать по разным странам. И вот у нас получается, что 50% тарифа нынешнего – это оплата ресурсов. Мы покупаем по 4,4 евроцента и 4,8 евро доллара. Не евро, а цента доллара в долларах. Мы же у плиты будем платить. Мы платили 9,2, сейчас будем платить 9,7 цента долларов и 9,4-9,6 евро центов. На каком месте мы находимся вот с этими в Европе? Как мы интегрируемся? Интегрируемся бурными шагами. То есть есть определенный анализ соотношения… Да, есть соотношение, да. …на оплату услуг поставщика и наших зарплат. Вот эта интеграция интенсивная с точки зрения стоимости услуг, которые мы получаем, вместе с тем, без того, чтобы оценить, насколько покупательная способность населения поспевает за этим, вот это самое страшное, что не учитывается. И вот когда объявили о том, что есть претензии, есть требования, есть предложения, и неонфеносы, газонатурные, а повышение тарифов сразу стали мы смотреть, а какие мотивы. А мотив вот этот вот, что вот обесценилась валюта когда-то, и тогда им не доплатили. Последний раз поднимали тарифы 12 марта 2016 года до 19, до 1,92 лея за киловатт, и якобы тогда им не доплатили, не додали. Но тогда действительно повышение с лея 85 до лея 92 можно было оправдать, хотя нормально социально ориентированное правительство не пошло бы на это, сказала бы им правду в глаза. Я чуть ниже этого коснусь. Ну, тогда, допустим, есть этот какой-то отмазка, скажем так, мотив, потому что в 2014 году один доллар стоил 15,6, а в 2015 году он стал стоить 19,6, то есть практически 19,4 среднегодовой. То есть в 1996 году было основание сказать, да, действительно, ваши расходы увеличились на покупку сырья, и вам надо повысить в леях тариф для того, чтобы у вас было на что покупать ресурсы для распределения их в Молдове. Я правильно объясняю? Ну, все правильно. Телезрители меня поймут, но на этих слушаниях, о которых вы упомянули, вот даже 9 марта был, я им сразу сказал, говорю, уважаемые господа, то, что вы называете упущением, то, что вы называете ущербом, убытком, это ничего общего с экономикой не имеет, это совершенно иное явление, оно называется упущенная выгода. То есть это неполученная прибыль предприятием? Это нет, нет, это расхождение между планом моим личным получения дохода и реальностью. Но это мой личный риск, это риск фирмы, риск фирмы. С точки зрения теоретического он называется страновой риск. И Финоса знала, где она работает, знала, куда приходит. Тем более, что это упущенная выгода, но она все равно никак не сказалась на общем объеме прибыли, которую они выкачали из Молдовы и в 16-15 году. Убытков у них никогда нет. Единственное, что они, за что они борются, они борются за увеличение прибыльности. Вот за что они борются. Когда они сочтут, что это правильно, не знаю. Во всяком случае, на слушаниях сейчас, сегодня, уже вопрос об упущенной выгоде, об исполнении потерь за некогда девальвированный лень не было. А был разговор, крутился весь вокруг того, что очень высокие расходы у газнатур Финоса и термоэлектрики, Волд-электрики по распределению. Но, послушайте, это же ваш риск, это ваша забота. Это состояние сетей. Состояние сетей. Рационализировать производство, снижать издержки, повышать качество. А какое качество нашей электроэнергии, по-моему, можно легенды слагать. Потому что надо 50 Гц. А когда они есть? Эти 50 Гц частоты в сети. Дай Бог, чтобы было 49,8, 49,7. У меня, например, в сельское место, если иногда на дачу приезжаю, вот маленькая пилорама у БДН, он не тянет, не крутится, если днем включаешь его, не хватает мощности. Это качество электроэнергии. И такое часто случается. Ну да Бог с ним. Но во всяком случае, выдвигать требования о том, что потребители Молдова в чем-то обидели наших поставщиков, наших инвесторов, Юнион Финансов и всех остальных нельзя. Просто претензии о том, что они считают недостаточной прибыль, которую выкачивают от нас. Я думаю, что и поняло это хорошо и наше агентство по регулированию. Во всяком случае, первоначальные заявки просителей, или я бы их сказал так вот, более жестким словом, но не буду здесь употреблять его, не были удовлетворены. Было требование на 17 процентов увеличить, увеличили на 5. Но я бы сейчас не стал кидать в огород анреза это, что они вообще пошли на увеличение. Ведь давайте вспомним, что накануне визита Международного валютного фонда руководитель нашего правительства и руководитель Министерства экономики подписали какой-то там договор с поставщиками электроэнергии о том, что они согласны на увеличение тарифов в связи именно по этой причине, что когда-то Илья обесценился. То есть они взяли на себя такое право? Они взяли на себя вот такое вот, понимаете, а в действительности этого же нет. Есть же упущенная выгода, есть просто какой-то коммерческий риск. Потому что вот я недавно этими днями опубликовал материал и показал от девальвации Илья какая упущенная выгода у всех наших 2 миллионов граждан, миллиона 200 тысяч занятых граждан в народном хозяйстве, у десятков тысяч экономических агентов. Оно измеряется миллиардами, потому что если средняя зарплата у нас 5402, это 230 лей, 230 долларов. Да, а на 1 января 2015 года в связи с тем, что был другой курс доллара, она была 250, разница умножена на 12, дает хорошую 409 долларов. И умножаем это на число занятых, миллион 204 тысячи занятых в народном хозяйстве, получающих зарплату, мы получаем 490 миллионов. Кто восполнит это в долларах? Кому претензию за упущенную выгоду гражданам Молдовы предъявлять? А десяткам тысяч экономических агентов, у которых потери от этого измеряются уже не в 490 миллионов долларов, а в порядка 35 миллиардов долларов. Потому что это расчетные счета, это деньги в обороте. Так и что ж, никакой суд ведь не примет эти претензии, потому что невозможно посчитать, насколько оправданы, упущены выгоды, и в юриспруденции этого нет. Ну вот наши вот... Ну вот здесь взяли и подписали. С барского плеча за наш счет. Почему? Потому что Международный валютный фонд приезжает. И он такое требование дает. И вот он обещает там какие-то 100 миллионов в течение двух лет дать. Какие-то копейки, да? И куда эти деньги пойдут? Потому что не умеют бюджет собрать, не умеют доходы собрать, не хватает. Дошло до 30% или 25% доходов бюджета, а не рассчитывать только на гранты, на внешнее финансирование. Это уму непостижимо. Это просто, как говорится, ну позор. Позор, что не умеем жить по средствам. Хотя мы показали всему миру. 2001-2009 год Молдова спокойно. При нормальном министре финансов, при нормальном премьере, при нормальном министре экономики. Мы переуполняли, профицитный бюджет был. Мы рассчитали с долгами. Международный валютный вон снялся и улетел. Знаете как? Не нуждали в своих услугах. Нет, они просто думали, что провалится Молдова без них. Так оказалось, просто выстояло. И санкции, как говорится, повлияли позитивно. А сейчас опять нас посадили на кредитную иглу. Люди у власти, которые, ну, к сожалению, или недостаточно подготовлены, или им некогда серьезно заниматься экономикой. Когда я задавал вам вопрос, хотелось бы разобраться во всем этом. В принципе, мы услышали главное. Говорили о том, что из-за падения курса по отношению к американской валюте, в общем-то, произошло, то есть, родились так называемые обоснования требований естественных монополистов повысить тариф, чтобы покрыть их расходы. По сути, в общем-то, оказывается неполученную доходную часть. Да, упущенную выгоду. Упущенную выгоду. Я понимаю, что, и наверняка телезрители тоже понимают, что во основе всех этих требований лежит и еще та проблема, которая была вызвана выведением из банковской системы миллиарда тех же американских долларов, которые повлияли на стоимость нашего лея, завалили его таким образом. И здесь, ну, как бы, вот первая причина. Наверное, здесь. Вы понимаете, это очень интересно. Спасибо, что вы спросили. Это очень интересный аспект. Ведь обесценивание национальной валюты началось интенсивно в 2011 году. Тогда все было вроде нормально в банковской системе. Ничто не предвещало людей. Якобы мы тогда не понимали, для чего Драгуцану это делает. Все нормально. Растут поступления, транспорты тогда росли в 2011, 2012, 2013. В 2014 году несколько снизилось к концу. В августе, сентябре. Теперь вновь стабилизировалось все. И в 2015 стабилизировалось. Люди все-таки, которые уехали, шлют сюда деньги. Не собираются рвать с Молдовы. Имеют здесь собственность. Землю, квартиры, доли собственности. Семьи здесь живут. Семьи живут. Но в других странах, если нет собственности, покидают массово. Он обезлюдила вся Прибалтика. В Румынии из 20 миллионов. Осталось 17,5. Если дай бог. То есть, на совсем уезжают. Потому что, ну, ничто не держит в стране. А у нас же по-другому. И ничего не предвещало, это никакого кризиса. И предложение на рынке, валютном рынке ежеквартально, ежемесячно превышало спрос на 15-20-30%. А он искусственно обесценивал лей. И только сейчас, когда случилась эта беда, хищение валютных резервов государства, стало понятно, что вот в течение этих долгих трех лет готовилась и законодательная база, и изменения в законах, о финансовых учреждениях, в гражданском кодексе, в уголовно-процессуальном кодексе, в законе о залоге, о гарантиях государственных. Такие маленькие-маленькие изменения произошли. Есть специальный анализ. Готовилась операция. Да, готовилась операция. Так, чтобы у них все было, и за это ничего не было. Чтобы невозможно было их не привлечь к ответственности, которые получат эти по фальшивым залогам кредиты. И все это готовилось. И вот теперь понятно, что, смотрите, искусственно обесценили валюту. Ее нельзя было обесценивать. Не было оснований никаких. Я каждый год писал два-две-три аналитические материала в прессу. Публиковал и показывал. Люди добрые, что вы делаете? Что за тезис такой идиотский, провокаторский, диверсионный, вы запускаете в оборот, что сильный лей убивает экономику? Где вы такое видели? В какой книге вы это читали? В какой стране? Наоборот, во всех странах, везде, в законе о Национальном банке, прописано, гвоздями забито, что главная функция Национального банка обеспечить стабильность национальной валюты. Для этого оперировать валютными резервами. Когда большой спрос на национальную валюту, скупать ее подемногу. Когда малый спрос, выбрасывать и держать стабильный курс. Так действует. Иначе, как говорится, о времени войдет стабилитет и пуцет. Каждая страна имеет необходимость в плюсе небольшой стабилизации. Чтобы было прогнозировано, что делать завтра, как жить сегодня, как вести бизнес, оставаться в стране, не оставаться, что будет с этим. Человек такое существо, он нуждается. Должен планировать. Он должен, да. Он нуждал какой-то гарантии. Хоть о чем-то и думать. Чем была советская власть хороша. Было ясно, что будешь делать. Кончишь школу, пойдешь в институт. Кончишь институт, тебе готово рабочее место. Женишься, там поработаешь, купишь кооперативную квартиру или устроишься где-то, или станешь в очередь. Была какая-то жизненная программа. И то же самое каждая страна хочет сделать даже и в условиях рынка. Такова природа человека. И когда такое происходит, что сама власть, само правительство, само государство дестабилизирует ситуацию и называя это благом для экономики, это уже из ряда вон. Но вот что произошло. Обесценили лей для того, чтобы взять в долларах кредиты вот эти фальшивые. Вернее, в леях взять кредиты фальшивые. Тут же их конвертировать в доллары. И уже по обесцененному лею, то есть наоборот, сыграть на том, что... На курсовой разнице. На курсовой разнице. Взять одну сумму в долларах, а вернуть в леях. Но по курсу другую, меньшую. И разницу положить в карман. Вот вся вот эта вот огромная такая вот схема была построена для обесценивания лея. А кроме того, зная о том, что и когда, какой будет курс, через 5 дней, через 3 дня, через 10, крупные валютные спекулянты, вовлеченные в эту схему, знали покупать или продавать. И на этом зарабатывали... Ну, как бы... Немалые деньги. Немалые деньги. И вот сейчас с этими тарифами, ну, примерно то же самое. То есть, это получается продолжение этой истории практически? Да, конечно. Обеспечили девалюацию национальной валюты, обеспечили дестабилизацию финансовой системы. Люди стали... Бизнес стал смотреть на Молдову как на нечто совершенно не-не-не-не-не-не-не-достойное. Невозможно, где вести бизнес нормально. А у тебя страна позволяет такое отношение национальной... Безусловно. Что в банке очень опасно держать деньги. Что банк в любой момент может рухнуть. Что страной управляет не президент, не правительство и не парламент, а управляет... Координатор. Координатор. Завтра будет кондуктор. Я не знаю. Послезавтра великий фюрер. Все можно ждать от такой страны, где такое позволит. Улучшишь кондуктор. Не, ну почему? А какая? Логика одна и та же. И вот действительно, вы правильно сказали, что нынешняя ситуация, она ведь сказывается не только на вот этих тарифах, а вот эта дестабилизация системы, она приводит к хроническому невыполнению бюджета. Вот ругали Филата и правильно ругали, что систематически из года в год его правительство не выполняло план по доходам бюджета, корректировало и уже скорректировать тоже не выполняло. И мы смотрим вот правительство демократов, которые очень критиковали за это правительство Филата. Абсолютно та же ситуация. 32,9 миллиарда и 0,4 миллиарда было запланировано в доходной части бюджета получить в 2016 году, скорректировали до 29, до 30, 29 и 9, до 30 где-то, а выполнили на 28 с лишним. То есть опять зависимы от внешних инвестиций. И с политической точки зрения, с политической уже точки зрения, правительство Филата абсолютно идентичное, или вот нынешнее правительство, это сиамский близнец правительства Филата. Те же самые навыки, те же самые ухватки, как скажем, те же самые нравы, те же самые подходы и приходы. Смотрите, сколько вбрасывается, чтобы затушевать все, что делается. Повышение тарифов, это же одно звено в большой цепи. И повышение стоимости медицинских услуг для чего в государственных учреждениях? Чтобы они обанкротились и было быстрее приватизировать их. Другого я не вижу. Никакого резона в 5-6 раз поднимать стоимость услуг. Кто их способен будет платить? Национальная касса страхования будет платить по полисам, да, казалось бы. Но откуда такой рост доходов у национальной кассы обязательного медицинского страхования? Откуда? Бюджет голый. Они же сейчас перевели его под... Он потерялся на автономность. Опять же, получается, мотивация общения с докторами посредством конверта. Так, ну да, безусловно. Это, да. Ну, другое дело, что, еще раз повторюсь, просто это банкротство государственной системы народного образования. Медицины. Медицины. В том же материале писал. Ну, рынок, это же мудрая вещь. Он же предполагает, что ты умный человек и знает, что с одной овцы можно содрать одну шкуру, а две невозможно. И должен ставить ту цену, которую действительно люди оптимально способны платить. Можно задрать и 200, и 300. Да кто же у тебя возьмет такой товар, который в два-три раза дороже, чем он должен стоить? У меня такое ощущение, что молдавские власти считают, что вот мы, молдавский народ, это такая овца с несколькими шкурами. Они не думают об этом. Не знаю, где они обнаружили, но мне кажется, мы уже обешкуренный народ. Вряд ли они умные люди. Просто им надо день простоять до ночи продержаться. У них нету никакого. И вот я хотел бы завершить, продолжить. Ведь для того, чтобы все эти импровизации в экономике как-то отвлечь внимание от них, и от того, что как было 9 месяцев назад 700 миллионов и там 770 миллионов покрыто недостачей валютных резервов украденных через банк А не так через 9 месяцев, вот сегодня 6 месяцев эта цифра точно такая же. Ничего не восполнено больше. То есть кредиторская задолженность это существует. Ну вот они говорили, что мы будем восполнять украденный миллиард. Что вот будет вывешен информация и люди все будут знать, сколько каждый день вернулось. Вот один раз 6 месяцев вывесили в 770 миллионов. Это те нормальные кредиты, которые в банке экономии получили люди и вернули их. А украденные еще вообще, видимо, ничего не вернули и не хотят возвращать. И вот начинается все эти... У меня такая гипотеза. И вбрасываются все эти... Идут эти вбросы. И повышение стоимости медуслуг, и повышение тарифов, и мажоритарная система выборов, и этот Димаш в сторону России глупый, совершенно непонятный. Зачем? Ну, сказали вам что-то. Это же поймите. Ну, наверное, посмотрите в зеркало и спросите, не дурак ли я? На кого я лезу? Куда я лезу? И против кого я хочу пойти? Ну, в мире сегодня модно, знаете, придумывать себе врагов. И чем мощнее враг, тем кажешься себе сильнее. И последнее в этом ряду это пенсионная иезуитская реформа. Это вообще иезуитская методология. Хотят всех перехитрить. Так увеличить, чтобы в результате уменьшилось. Здесь вот депутат Оксана Деметь абсолютно права. Так увеличить, чтобы в результате, в общем объеме, уменьшилась сумма затрат на пенсионное обеспечение. Талант. Ну, талант. Вот они думают всех перехитрить. В одной из последних ваших статьй вы сделали такой анализ. Место Молдовы в мире по показателям соотношений среднемесячной зарплаты и стоимости электроэнергии и тепла. То есть, сколько наших, то есть, денег получаемых тратится на данный момент. То есть, покупательная способность нашего населения. Это очень интересно. Я даже калькулятор захватил в студию, чтобы проиментировать. Да, вот знаете, давайте вместе. Кстати, вот интересно. Вот, смотрите, у нас сегодня 0,096 евроцентов за 1 киловатт. Вот установили сегодня. Наша средняя заработная плата 1,3 евро в час. 5 тысяч 42 лея. Так считается. Может быть, сейчас 5,50 в эти три месяца. Это было по итогам 2016 года. И вот мы получим, сколько можно купить электроэнергии за 1 евро в час. Ну, давайте, к его равномерно. Ну, да. 1,31 делим на 0,096. 13,6. 13,6 киловатт. Давайте посмотрим, вот кто ближе всех к нам. Вот Болгария. 3,5 евро в час зарплата была в начале 2016 года. Стоит у них 1 киловатт в час электроэнергии 0,096 евроцентов. Как в Болгарии. Ну, у них 3,5, у нас 1,3. Но они могут купить 36,5. 36, да. А теперь давай посмотрим, который ближе к нам еще. Ну, вот, например, Чехия. 0,129 евроцентов, да, а часовая зарплата 0,129 – это стоимость тарифа, да? Стоимость тарифа, да. Часовая зарплата Чеха рядового. Минуточку. 9,8, 9,5 евро. 9,5 делим на 0,129. Да, на 0,129. 73 киловатта с половиной. А вот посмотрите… Против наших 13. Да, вот посмотрите, Франция тоже не так далеко, не настолько дороже, чем у нас 1 киловатт электроэнергии. 0,168 евроцентов. А зарплата? А зарплата 35,8 евро в час. Делим на 0,168. Вот француз может позволить себе 230 киловатт. 230, да, за день, час работы. Да, мы можем себе позволить… 13. 13,5, там 213. А плюс к этому добавьте оплата тепла. Да. И не грабеж ли это? Ну, не то, что грабеж. Это я не знаю, как сказать. Это просто колоссальная безответственность, абсолютная безграмотность в решении. И ведь можно все изменить радикально. Все можно изменить. Только реструктурировав свои силы, произведя маневр ресурсами. У нас очень серьезные ресурсы есть. Только их не видят и не знают, как пустить в оборот. Знают только одно. Как построить схему и украсть деньги из банка. Или как умыкнуть у государства землю, недвижимость. Ну, сейчас вот сажают их. Но их не сажать надо. Их надо… Ну, давайте пока не будем призывать к каким-то радикальным действиям. Все-таки… А ну, что делать? Как не понять Жириновского? Да. Как не… Когда просто… Это же уму не постижило. Он уже извинился. Ну, вот… Вы извините. Вот вы, значит, говорите, давайте не будем. Но есть предел же терпения. Но когда у наших пенсионеров средняя пенсия 53 евро. Вы представляете? Месяц. Вы знаете, у тех… 53 в месяц, а во Франции в час 35,8 евро. А в Дании 49 в час. Вот что это такое? Мы что? Вчера с дерева упали, что с нами так надо обращаться. Я хочу сказать, что власть придержащих сегодня в нашей стране, я думаю, ну, мягко говоря, удивление. Или даже, может быть, все-таки радость от понимания того, насколько терпелив молдавский народ. И, как сказать, уже варианты прогибания нас уже испытаны в самые разнообразные. И теперь не думают, а можно ли еще? Давайте посмотрим. Да, умеют ли адаптироваться к любому игру. И к татарскому, и к румынскому, и к литовскому. А сейчас вот навалилась на нас демократическая ига. Самодержавец вот появился. Как правильно сказал старший. Хорошее такое словосочетание. Вот смотрите, мы сейчас с вами произвели некоторые расчеты, которые показывают, как повышение цен на энергоносители влияет на наши доходы. То есть, сколько денег придется отдать для того, чтобы жить нормально. Ну, хотя бы, если не как француз использует эту энергию, а как болгарин. И понимают, что расходы будут опустошать наши кошельки. Да, просто я даже не знаю. Я сам вот думаю про себя. Вроде не самая большая, не самый маленький у меня доход. Средний, точно средний. Но долги гигантские. Зачастую. Потому что, ну, ты сидишь и не знаешь, ну, что же делать. Что-то продавать, что-то уходить, куда-то уезжать, зарабатывать. Хотя моя планина другая. А как можешь этим заниматься, когда вот так вот они берут просто за горло весь народ и меня в том числе. Да, не избежали этой участи, если не все, так практически большинство из нас. Но вот эти расчеты, показав, что, в общем-то, как утончаются наши доходы. Вот как они в целом, вот это повышение цен на энергоносители воздействует и на развитие экономики страны. Здесь есть какой-то положительный мотив или наоборот? Нет, ничего. Абсолютно нет. В данной ситуации нет. Положительно только тогда, когда стимулирует расширение производства. Увеличение цены. В этой же ситуации у нас, цифры говорят совершенно иное, в 2005-2010 году, тоже 5 лет, тариф на электроэнергию был относительно стабильным. Вот 0,78 бань до лея 0,8. Вот сейчас 2,26, вот вы слышите. Нет, сейчас 1,99. Ну пока, но вот после увеличения. Нет, 1,99, после увеличения. Они просили 2,26. А увеличили на 1,99, это я про… Ну, 2 практически. Анре что-то поняло, да. Практически 2 лея. Тогда же, например, потребление электроэнергии в Молдове, когда был относительно стабильный в течение 5 лет тариф на электроэнергию, потребление было на уровне 4,0 выросло, до 4,1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Столько было. Завезено 3,8 и произвено где-то миллиард 200 и получалось 4 миллиарда. Сегодня мы скатились, следующие 5 лет, когда началось галлопированное повышение тарифов, оно же вот в 2010-2016 году, каждый год что-то повышалось. Не было стабильности. Все время то и обдевальвация леи, то еще то повышение цен на нефть, то их снижение. Вечно что-то придумывали. Ну, потому что, видимо, нашли подходы на самый верх. Объемы потребляемой электроэнергии выросли или упали? Объемы в том-то и дело, что упали. И я им говорю, и пишу, и выступал, и говорил сколько. Уважаемые, вы же рубите сук, на котором сидеть. Ведь прибыль нормального бизнесмена идет не это увеличение цены и не увеличение затрат, в конце концов. А идет от увеличения оборота, от того, что ты увеличиваешь объемы своего производства. И тогда, даже снижая, в сравнении со вчерашним днем, незначительно на какую-то долю цену на свою продукцию, ты увеличиваешь массу прибыли, массу дохода. Вот как-то не доходит, не знаю. Вот они смотрят, да? Вот было 4 миллиарда 5 лет назад. Сегодня 3,5 потреблений завезли. 3,8, там 3,7. И оно будет продолжаться падать. При такой дороговизне и при такой покупательной способности населения потребление электроэнергии не может расти. А что означает снижение потребления электроэнергии? Это означает, что меньше станков крутится. Это означает, что не применяется механизация в сельском хозяйстве. Да и, наверное, затраты, которые включены с учетом повышения электроэнергии, растут. Продукция менее конкурентоспособна. Не надо заниматься бизнесом в этой Молдове. Невозможно выстоять. Вот сейчас пооткрывают кауфланды, еще каких-то попривозят. И уже даже, по-моему, Министерство экономики опять нас ошарашивает. 50% продукции на территории Молдовы будет импортной. Почему? Розберт пришел к власти и сказал, я исповедую один принцип. Протекционизм на таможне и защиту интересов наших предпринимателей. И вытащил страну. Трамп о чем сейчас говорит? Продукция должна производиться в Америке. Рабочие места нужны Америке. А к чему нас призывают Министерства экономики? Обеспечивают рабочие места за рубежом? Продукция их будет, чтобы здесь реализовывалось. А не чье правительство? А не чье правительство Молдовы или Международного валютного фонда Евросоюза? Чье они правительство? Чьи интересы они? С такими представлениями о своей роли, о своей миссии в этой стране, во главе страны, они думают дальше. Я просто вот в шоке. Вот эта цепь, она неизбежно приведет. Снижаются объемы производства, снижается конкурентоспособность нашей продукции, снижаются экспортные возможности, снижается поступление выручки, ухудшается по-прежнему ситуация с наполнением бюджета доходами, увеличивается потребность во внешних кредитах. Кредитная игла, греческий путь, румынский путь, болгарский путь – это наша дорога, так считают наши евроинтеграторы. Если ничего не изменить, хотя бы в течение года-полутора, то такая перспектива неизбежна. – Да, хотелось бы, чтобы точку невозврата в этой истории мы не проходили, чтобы успели как-то, не знаю, чиновники, если не опомнятся, то во всяком случае… – Нет, просто правильно сказано, что надо менять неизбирательную систему, а надо менять власть. Мы говорили им, что их нельзя оставлять у власти в 2011 году. Они каждый в отдельности хороший человек. Но когда собираются вместе, да, вот их малограмотность, снахватанность по верхам, и их вороватость, и их там, значит, и себе, и людям, вот у них такие представления. – Как в том анекдоте, вот на эти два процента и живу. – На эти два процента и живу. – Виссарион, спасибо за эту беседу. Вот так вот быстро и пронеслось наше с вами время в эфире Акчан-ТВ. Но я думаю, что эти встречи мы продолжим, такого научно-популярного характера, для объяснения того, что происходит в национальной экономике, точнее, в ее отсутствии. – И просто, чтобы люди понимали, все эти политические заморочки, вроде изменения там системы выборов, вроде там каких-то демаршей внешнеполитических, вроде какого-то Иван Семенович поссорился с Иваном Никифоровичем, это все дымовая завеса для очень серьезных диверсий экономических преступлений. Не думайте о стране, день простоять до ночь продержаться, «Адам, делайте, что хотите». – На волю. – И счастье. – Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был экономический аналитик Виссарион Чешуев. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго. – Субтитры подогнал «Симон»! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...